Очутившись сегодня в детском саду маленькая страна, кажется, что попал в цветник. Здесь и загадочные розы, и скромные ромашки. Задачей участников являлось умение продемонстрировать творческие решения в создании костюмов, созданных благодаря приемам декорирования. Композиции, флористические аксессуары и костюмы четко соответствовали заданной весенней тематике. Невероятные по своей красоте и задумке образы превратили конкурс в красочное театральное представление. Мероприятие для нас это не новое. Можно даже сказать, что для нас это стало доброй, красивой традицией. Как-то на утренниках мы обратили внимание на то, что с каждым утренником у нас больше появляются не покупных костюмов, а рукотворных костюмов, которые изготавливаются родителями, с участием детей. Нас это очень тронуло, потому что они очень красивые, творческие, и мы решили провести вот такое вот дефиле, модное дефиле. И первое дефиле у нас было проведено осенью, и оно называлось «Осенний листопад». Несмотря на то, что с юными участниками не работали профессиональные кутюрье и визажисты, конкурсанты поражали продуманностью образов. Как признаются родители, для них это возможность не только провести со своими детьми время за совместными полезными занятиями, но и где-то проявить свой творческий потенциал и реализовать свои яркие идеи. На создание одного костюма уходит около двух-трех недель. Сейчас у нас весна, цветы распускаются, новая жизнь начинается. У нас такой весенний цветок, полевой, скажем так, Василек. Решили мы именно полевой, так как это цветы жизни. Синий цвет, он цвет неба, красоты. И вдохновил нас, наверное, на это папа, так как он вспомнил, что любимый цветок мамы Василек. Несмотря на то, что конкурс весенний дефиле проходил всего лишь несколько раз, он уже успел стать популярным. Желающих принять участие в нем с каждым годом становится все больше, а конкурс стал настоящим предвестником весны. Сегодня в актовом зале садика продефилировали около 30 участников. И чтобы никого из прекрасных цветков не обидеть, было решено каждому конкурсанту присудить победу в отдельной номинации. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.